Чтение Святого Евангелия от Матфея В то время, когда Иисус говорил, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав Иисус, пошел за Ним и учениками Его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя с Адди, прикоснулась к краю одежды Его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев Его, сказал, «Дерзай, черт, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. «И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков, и народ в смятении сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над Ним. Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала и разнесся слух о всем по всей земле той. Слово Господне! Слава Теби, Христа! По речима святого Евангелия, нека се избришу сви греши наши. Здраво, Марио, милосте! Рядуйся, Мария, благодать и полная, Господь с Тобою благословлена. Ты между женами благословлен плод чрева Твоего, Иисус. Марио, царица мира, молися. Марио, 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 кои сте дошли в Меджугори и свих дьелоа света. Знаете, когда читам Евангелие, когда мы читаем Евангелие, Святописм, Святописанье, да нас некая реч, некая реченница, зна, посебно погодити. Слово, предложение, простые слова коснутся нас. Я в эти дни готовился для начала этих Дней Духовного обновления. В мои глаза впали слова из начала сегодняшнего Евангелия. И там такие слова в то время, когда Иисус говорил. Мы знаем, что Иисус больше своего времени проводил, говоря, проповедуя. Иисус проповедует, говорит. Он посылает своих учеников и дает им задачу говорить, проповедовать во Его имя, посылает их в города и села. И немножко думаю в эти дни в своем сердце, Боже, какой был Иисус и Его Слово. Вы знаете, в истории человечества были великие люди, которые великолепно проповедовали о многих написанных книгах, как греческий Домостес, римлянский, римский, цицерон. Были в истории христианства также великие люди и проповедники, которые от имени Иисуса проповедовали в Его имя. Но все они только бледают тень речи Иисуса. Представьте себе, как сильно говорил Иисус. Слушаем сегодня, пока Иисус говорит, один человек, которому умерло дитя, его чер, может быть, единая чер, он так сильно тронут словами Иисуса, говорит, давай, приди и верни ее опять в жизнь. Такая сила речи Иисуса, Его проповедания, и человек в тот момент был уверен, что этот человек может некого воскреснуть из мертвых. Почему речь Иисуса настолько сильная? Потому что в Иисусовых словах была божественная сила. Иисус говорит силой Бога, Он Божий Сын. Его слова полные любви. Божественная сила и сила любви не существует ничего сильнее от этого. зато многие, которые были больные в Иисуса видят Того, Кто может вернуть здоровье. Тот, Кто может даже мертвых вернуть к жизни. за что вам то? Почему вам я это говорю, братья и сестры? Во-первых, это я говорю себе самому и всем священникам, нам, потому что одна из первых наших обязанностей, задач, есть в Иисусово имя проповедовать. Это одна из первых задач каждого священника. Не только проповедовать свое имя, говорить то, что мы хотим сказать, чтобы людей это коснулось нашими словами, убедили их, ой, как красиво он говорит. Нет, наша задача быть настолько соединен с Иисусом, его голос слушать, чтобы могли людям сказать то, что бы хотел сказать Иисус. Поэтому священник должен быть протянутыми руками Иисуса на этой земле. Его язык должен быть язык Иисуса. Его ноги должны идти ради спасения человечества, стать ногами Иисуса. Братья и сестры, я себя как священника и верую, что каждый от нас священников хотим спросить сегодня, есть мои слова хотя бы немножко похожи на слова Иисуса, когда я говорю людям, есть мои слова, проникнутые любовью, если нет любви к тем, которым я говорю из разных причин, тогда мои слова ничто. Братья и сестры, это не касается только нас, священников. Задача проповедования Божьего слова доверена каждому христианину, каждому, кто покрещен во имя Отца и Сына и Духа Святого. И мы должны проповедовать, говорить не только словами, насколько мы должны свидетельствовать. Бывает иногда, братья и сестры, потому что мы живем в такие времена, в таком мире, что мы забыли эту суть нашего проповедания. И верующие забывают, что мы священники должны вам сказать, мы должны сказать истину, которая вас освобождает. Если она тяжелая и твердая в ушах ваших, мы должны проповедовать вам истину. Почему это я говорю? Потому что современный человек, уши современного человека ожидают от нас священников говорить не то, что нам говорит Иисус, а то, что нравится вашим ушам. евангельские слова твердые. И первое послание нашего проповедания есть одна единственная, и это спасение человеческой души. В католической церкви существует закон канонического права, есть много канонов, которые прописывают жизнь христианина. А последний канон толстой книги говорит, что самый важный закон, который ничтожит все предыдущие, это санус арнимарум, это спасение души человека. И к этому надо идти во всех наших проповедах, в наших словах, принести человеку спасение. Братья и сестры, церковные отцы, святые в истории говорили разным образом, предупреждали священников и всех верующих, какие должны быть наши слова. наша речь, святой Иоанн Златоустый, который был большим проповедником. Он сказал, как могут верующие услышать слова одного священника, который свои дела не соединил с учением, которое проповедует. мы все должны соединить то, что мы говорим и проверять, если мы живем это и свидетельствуем. И святой Иоанн Авельский говорит, так просто объясняет, какой должен быть хороший проповедник, тот, кто проповедует и свидетельствует. Он сказал так, хороший проповедник, тот, который влюблен в Иисуса Христа. Если в Иисуса Христа ты не влюблен, как ты можешь о Иисусе Христе проповедовать? Эта речь не может никого коснуться, потому что не выходит из любви. Мы знаем из своей собственной жизни, если кого-то любишь, если твои слова не соединены с тем, что твои дела, эти слова пустые, не аутентические, так и в нашей жизни. Это предусловие всего, да будем влюблены в Иисуса. Один святой сказал следующее. Если хотим говорить о Боге, если хотим Иисуса Христа и Его Евангелия проповедовать другим людям, касаться священников и всех верующих, Он говорит, мы должны уважать три условия нашего проповедания, три намерения. И Он говорит так. Первое, мы должны говорить, проповедовать, и если не видим никакие результаты, если никто не обратился, мы должны это делать с любви к Богу, не ожидая никаких результатов своих дел, трудов. Вспомните проповедование Иисуса, когда Иисус говорил иудеям своего времени, если не будете пить мою кровь, не будете есть мое тело, говорят, все почти ушли. Твердая речь Иисуса, Иисус сказал Своим ученикам тогда, хотите и вы отойти от Меня? То, что говорил Иисус, мы обманываемся, это было твердое, твердое для их ушей, для слушателей, мы можем ли ожидать то, что мы говорим, что все люди будут это принимать? Если мы, священники, сегодня в Иисусовом Духе проповедовали, верьте Мне, люди должны выходить из церкви, но мы часто приспосабливаемся к всему миру и хотим, чтобы люди нам аплодировали и чтобы нас любил народ, а Иисус это никогда так не делал. Наши проповедовать истину Евангелия, то, что говорил Иисус, и если все отвернутся спиной к нам. Этот Святой говорит в нашем проповедовании нельзя потерять внутренний мир, и если ты сталкиваешься с противлением того, что ты говоришь, вспомни Марии, никто лучше не проповедовал и не сказал ни одно слово, как наша Матерь Мария, сколько сопротивлений ей в жизни она имела. Если должен быть кто-то немирный и сердится на Бога, это должна быть Дева Мария. Она могла сказать своему Богу, ты мне дал задачу быть матерью твоего сына, и он родился, и самая проблема бегства в Египетте, прячь его, возвращайся, и когда он вырос, созрел, ты его взял, и в конце я должна была его держать мертвого в своих объятиях. Может ли быть больше причин быть немирным? Посмотрите свою жизнь, как мы сегодня волнуемся, когда дела не идут так, как мы представляем. Мы теряем внутренний мир. Мария внутренний мир никогда не потеряла. И третья вещь, говорит этот святой, очень важная, когда проповедуем, когда говорим, когда проповедуем это на Божью славу, мы должны веселиться, когда кто-то другой имеет больше удачи, чем мы. Это смирение. Моисей сказал в Фаворе, когда Эльда и Меда начали пророчествовать, приходят люди, ты умолкни их, Моисей. И что говорит Моисей, о, если бы весь израильский народ пророчествовал перед Господом. Если мы все были проповедники сегодня, и отцы, и матери, и дети, и старики, и мы священники, если бы мы все проповедовали красоту учения Иисуса, это наша задача. Возвращаюсь опять к Блаженной Деве Марии. Как она проповедала, как она говорила. Она проповедует здесь, в Меджугории. Что нас привлекает здесь, в Меджугории? Нас не привлекает этот твердый херцеговинский камень. Нас не привлекает вкус этого хорошего, вкусного вина, запах фиги и оливки. Нет, здесь мама, которая терпеливо говорит много лет своим детям, вернитесь к моему сыну. Она говорит нам, священникам, 41 год, будьте живыми представлениями моего сына в этом мире, с любовью и радостью приносите послание моего сына. поэтому никто не возвращается с пустыми руками из Меджугория. Каждому из нас сердце наполнено. Почему? Потому что Матерь говорит нам с любовью. И там, где есть любовь, там есть мир, там есть радость, там есть красота жизни. Братья и сестры, еще одно хочу объяснить из сегодняшнего Евангелия. Мы знаем, речь Иисуса красивая, великолепная, возвышенная, приносит мир, радость в сердце, возвращает в жизнь. Но мы, верующие, имеем еще что-то больше. И сегодня верующие мы можем сделать, имея благодать большую, огромную, которую не имели люди во время Иисуса. Посмотрите на эту женщину сегодня, которая в вере приходит, чтобы прикоснуться к 12 лет она страдала кровотечением, хотела прикоснуться к Иисусу. У нее вера, и только что она коснулась Иисуса, она выздоровела. Почему я вам это говорю? Потому что есть намного возвышение, сильнее, чем прикосновение. Мы не только можем прикоснуться к краю одежды Иисуса, мы можем с Иисусом соединиться. Мы с Ним можем стать одно. И то происходит здесь при Святой Мессе. священники всем сердцем, всей душой веруем, что Святая Месса это дело соединения с Иисусом. Мы живого принимаем свое сердце и душу. Разве ли все мы верующие всем сердцем веруем в это? Один Святой сказал красиво, Иисусом. Тот, кто дает, Он отдает. Это Иисус, а проблема у нас принимающих, если мы всем сердцем веруем, что Иисус приходит к нам и Он соединяется с нами, хочет соединиться полностью с нами. Чтобы мы это поверили, мы нуждаемся за веру. Поэтому мы должны молиться за дар веры. И эту веру пробуждает Мария в сердцах многих приезжающих сюда в Меджугория. Если у тебя вера, имеешь все, ты можешь поверить во все слова, которые Иисус говорил. Можешь поверить и знаешь, что все, что Иисус говорит, это истина. Он путь истина и жизнь. Братья и сестры, будем молиться, будем просить о заступничестве нашей Девы Марии в Меджугории, чтобы наши слова, речь будет проповедованием Евангелия Иисуса и сердца, чтобы мы это делали с любовью и чтобы мы молились за дар веры, чтобы мы могли поверить, что Иисус хочет с нами соединиться в своих святых таинствах особенно через таинство Святой Меси. Аминь. Слава Иисусу и Марии. Иисусу Иисусу